Вроде сейчас нормально. Привет, ребят, привет, мои хорошие. Сейчас едем по многим-многим магазинам, соответственно, это покажем, но покупка будет не в плане продуктовом, хотя, возможно, зацепим и такое, а самое главное приобретение, которое должно произойти сегодня, это штанцы, штанцы для работы, для повседневной вот этой, для повседневных трудовых будней, потому что Иришка сказала, что мои вот эти рабочие штанцы уже несколько вышли из моды, они не актуальны, тут уже вот и болгаркой, сваркой, ну как проварено, и они настолько затерты, в принципе, не подлежат восстановлению, ну хотя еще как бы они работоспособны, в плане том, что таких характерных, откровенных, больших дырок нет, но, как бы, скажем так, уговорила меня, ну что лукавить, едем за штанцами, покупаем еще много вкусного, а именно, надо будет воспламенить кормушку, купить, купить ингредиенты, составляющие для, для подъемника кормушки, чтобы туда вниз не кланяться за ней, чтобы раз так, джик, поднял, насыпал, джик, опустил, мне как бы, мне как бы все равно, а Иришке нужен подъемник, дело не хитрое, поэтому сделаем, вот, ну и в принципе, сейчас все покажем. Где наш симпатичный Жоик, с зубом, да, с зубом Жоик, просто касавчик, просто касавчик. Ребята, у нас новый магазин открылся, такой тоже для низких цен, для товщих кошельков, для нас, что? Пошли, низкие цены, смотри, удивляться. Торговая компания, летом, все же хотят, низкие цены, что-то ребята не в восторге, как-то светофор ближе. Посмотрим, вот они моющие, ну да, типа. Микро аптечка, какую-то добрала, хорошо отмывают, блестящий казан называется. Ну что вы купили? Ну я просто смотрю, что здесь есть, вот. Да, оно красивое, но оно растает. А сколько оно стоит? Ничное. 29 грамм. Да нафиг оно нужно в этом, 70 рублей в этом светофоре чуть-то. Грамм. Да, порядка 40 килограмм, да. Нормальный? Да, длиннозерненький. Ну просто, ну мне кажется, надо брать маленький какой-то, в смысле, знаешь, ну как бы не очень большой, но... Нет, я не знаю, что ли. Тут будет полкилограмма. Нет, я не про вес. Воза питьевая, томатная паста, сахар, соль, пищевые завистители. Е. Оттуда? Состав. Вода, томатная паста, сахар, соль, улетрокислотности, оксусные и молочные кислоты, чеснок, лук, репчатый, зелень, укропа, фабрика. Все это не надо, черное белье. Состав по приятнее. Пока прям дешевая. Ребят, зашли посмотреть на 370 рублей. Ну как бы не сильно дорого. К примеру, там конфеты, которые хорошие, конфеты на разрез, но они стоят дешевле, чем в других магазинах. Ну я цены не смотрел. Ты цены смотрела? Цена на конфеты похожа на святофоровские, но в святофоровских коробках, но вина она мне наскакала. Ну да, а тут можно 100 грамм взять. Сейчас в багажник кинуть? Ну да, наверное. Вот это течёт, как она фигня. Цена 39 рублей, да вообще не будет. Для корма котячего? Да. Наверное, я в этой не в теме. Обычно шпачками берём. Сразу 200 рублей, 2 килограмма, ну да, 100 рублей килограмм получается. Там серьёзно дешевле. Вот ребят. А мы по 170 берём за 2,5 килограмма. То есть ребят, мы по 2,5 килограмма, всё равно тут дешевле. Короче ребят, ну выборочно тут можно брать, сделали такой вывод. То есть не всё, много такого не очень, но есть и то, что можно приобретать смело. Мы как всегда, в который раз, вчера по-моему только были. Опять ребят, степной маяк, ну не виноватый. Мы что-то не продумали вчера, чтобы всё купить. Сегодня намечается плов, поэтому степной маяк. О какой жирный. На мясе вскормлен, и видать ребят ему подкидывают отходы косточки. Да, или этот, или этот. Давайте вот этот, который первый переворачивали, и ещё один. А вот второй, наверное. Да, второй, ага, вот. От нас. Да, да, да. Ну да, пойдёт, ага. Оплачиваем. Но это, это ребят, не просто на плов. Не подумайте, что такое плов мясистый будет. Это, это, на будущее. Для старенького Андрюшки. Когда он постареет, на недельку-другую достанем из морозилки оставшийся кусок мяса, и приготовим что-либо ещё. А это, ну, кусок просто отщепнём на плов, и всё. Просто же, да, объяснил. Свойственной тебе манере. А ну на. А то я ключи не достану. Ой, блин. На, и хлеб тебе тогда. Всё, едем за штанишками. В светофор едем. Может там тоже были уже. Едем? Хорошо. Ребят, тогда светофор, ну извиняйте, не виноватый я. Приехали, ребят. В светофор. Вроде вчера только были, опять что-то не было. О чём мы забыли? Ну типа я так думаю, что это какая-то... Наклеится. К столу. Приклеивается, да. 240 рублей, ну как бы и не дёшево. Штанишками. Сейчас. Штанишками. Штанишками. Ира. Ты меня сбиваешь с потолыку. Короче, ребят. Сходили в светофор, ну вот реально себе купили стаканчик этого пюре. Ну там багажник. Ну загрузили в багажник же, естественно. Куда же мы ещё пюре положим, да? Вот это стоило лили ехать, короче. Ну зато теперь с пюре это на работу, на всякий случай. Потому что я успел одно там съесть. Одного не хватает. Восполнили неприкосновенный запас. Едем за штанишками. За штанишками. Да. С штанишками. С штанишками. С штанишками. С штанишками. С штанишками. А тут всё. Ведутся полевые работы, а? Асфальт уже. Ну да. Я же тебе говорю, я зачем-то не помню, уже зачем я сюда заехала. Ну уже всё, заехали. Просто ребят, начали сейчас по хитро вымудренному заезжать сюда, ну поближе к магазину. Ну я хитро вымудрился, а там блоки лежат, короче, мы не проедем. Ира что-то рассказывает мне грустную, уверенную историю о том, что сюда можно было подъехать, как она знает и что я поступил неправильно. Это колесо, элемент декора. О, мопед какой, с каской уже за хлебом ездить. Строительный. Строительный мопед. Жёлтый тоже. Как гусят повели. Лыжи. Нормально всё? Лыжи. Спит. Вот этот магазин, ребят, по нашему карману, но даже в этом магазине мы не всё можем себе позволить. Как вы видели мои штанишки, сейчас я лишаюсь очень такого достойного изделия, оно уже такое от болгарки перфорированное, как на дорогих мерседесах сиденья, как с перфорацией, которая в дуновение ветерта охлаждает бредное тело. Таких мы штанов не найдём. Вместе, оно вместе держится, всё это единым целым держится. Вот эта перфорация, то есть не распадается на молекулы, потому что если держит, это всё скрепляет грязь. То есть если намочить, то только резинку от русов достанешь. Да. Ну не думай, что там так всё плохо. Там ещё хуже, чем я сказала. Не верю. Прокепку кинулась, вы смотрели? Нет, типа для ассортимента. Тут бы штанцы потянуть. Пошли. Какая яркая цыплячья. Это он медведь, скелет. Не медведь. Вот эта челюсть будет вот так слегка выдавлена. Повернёшься вот так в профиль, знаешь, и маска оживёт. А если вот так закелепать, она вообще будет двигаться. Это целлофановые. Это короткие, какие-то они жёсткие. Почему короткие? Они сложенные просто пополам. Какие пополам? Нет, они будут нормальные. Но в смысле, как они сильно жёсткие. А какие мне нужны? Это тёпленькие. Мне надо дешёвые. И ужасно хорошего качества. Задёшевые. Это не надо. Пока же не зима, я в них спрею. Нет, я говорю, потом тебе надо купить. Нет, нет, вообще вот стоер. Это хабашнее просто, хабашнее. Блин, то что они такие толстые. А такое не может работать. Вот хорошие. Они смотрятся тут нарядненькие. Конечно, они не пластмасяные, нет. От этого разлежутся совсем. От сварки? Конечно. Они наверное для сварки сделаны, для рабочих пацанов. Очень сомневаюсь в этом. Ну вот это ж не это, не сварка. Ну как пластмассовая. Пластмассовая. Оно всё пластмассовая. Всё, пошли домой. Пускай я скупую слезу. Ну а где больше нету? Ну как бы вот тут штанов целая куча. Целая куча. Если тебе не до красоты, то есть ну как бы... Не, ну естественно. А работать? Выбирай какие-нибудь хэбэшные. Ну они тоже ж прогорят. Ну прогорят, но прогорят не так быстро как те. Те вот так вот просто... И ресинка осталась на тельце. И в полупопьях остатки трусиков. Ха-ха-ха-ха. Ну вот, ну вот такого плава. Ну защупай. Ну, какая разница, размерчик мой подбирай. Ну, это нашим приемлемо было. А не, по-моему, они узковали. Ну так вот, визуально я. Ну не знаю, Андрюш, но 54 размер это твой. Ну давай померяем. Ну видать у меня размер поменялся. После поедания печеней. Эти, как их называют, пряников с повидлом. А вот для Ильиния. Что? Олег Попов такой микро в клеточку. Ну цена не пластмассовая. А не пластмассовая, Андрюш. Ну да. Они маленькие. Они вообще маленькие. Нет, они большие. Андрюш, это, наверное, вот это вот такое небольшое. Ну давай померяем. Давай померяем. Давай заходим. Сейчас покажу вам красоту неимоверную. Ничего вроде. Ну вроде ничего, но ощущение хорошее. в них. Вот они так, как надо. Если мы меньше возьмем, они, во-первых, сядут ниже. То есть опять попа будет. Там мне вот это, видишь, как он прям вообще свободный. Ну веревочку можно. Или ремень. Завяжи веревку. Или пузо еще и наезд. Или пузо. Как вариант. Ладно, меряем другие. Сейчас подождите пузо. У тебя большая. Это что? Так прикольная. Она внутри рыжка какая-то. Со смехом. Ну да, да. По-моему, маловаты или нет. Коротковаты. А ты их не сильно натянул? Не-не-не. Почек. Давай пойду побольше. Давай синий померяю, если подойду. Померясь сильно. Как-то не очень. Подстрелы. Сейчас ира другие принесет. Что-то Ира там и всех продавцов вокруг себя собрала. В поиске неизведанно. Штанишки побольше. Размер хочет. А ты с полоской? Самый большой. Вот эта с полоской больше, чем те были. Нет. Это вообще самая. Которые ты мерял. Вот такие эти вещи. Видишь вообще моненьки на ней очень. Не широкие вроде. Сейчас она на полу попья как раз. Вот эти вроде ничего. Но тут как у морячка. Сейчас. Вот это видишь как сильно оно. Андрюш, ну тебе в них работать. Не на показ. Сидят хорошо? Может те серые. Какие? С полосочками? Ну да. Вот эти даже лучше. Там мне вот это что телепайт цепляться за все буду. Я не знаю. Я и в тех привык. Они тоже примерно такие. Андрюш, но они не короткие. Нормальные. Не, но в этих мне лучше. Сноем 5 рублей тоже ни о чем. Вот эти вот что берем? Здоровые. Нормальные. Давай наверное с полосками. С полосками? Ну да. Ну если комфортнее тебе, то конечно берите. Ну да. Все тогда. Хорошо. Ребят, берем тогда вот эти с пятнышками. Ну это на выход, на парад. На 9 мая. Не знаю. Новый год. А это в рабочую сферу с лампасами. Тебе? Тебе. Там мне не надо. Ир, хватит. Ты денег мы натратили сегодня. Я вообще не был готов на такие расходы. Ребята дали 1750 долларов, да? 790 долларов. Это все для замены моих фаринованных штанов, которые еще ходили, 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 ходили. Не один километр. Ты же 10 проходили. Минимум. Ну да. Опять же, опять же, вот эти на выход штаны. Я видя, что выход не делают никуда. Люди. А сейчас это не люди. Люди? Ну я в штанах, они есть. Они видишь, с легким оттенком, как джинсы потертые. Знаешь, по моде. Не халам-балам. Это темно. Нет, что-то мне понравились. Нет, они хорошие, но просто не сейчас. Еще доски надо. Еще и тут-то. Фух. Вот видите, куда я заехал. Ловко и непринужденно. Тут куча какая-то, блоки. Я думал, тут раз, проскочить и в магазин. Хер там. Зажали дядьку. Ну как он теперь выйдет? Ну я уеду и уеду. Нет, ну ты уедешь. Ну это виноват-то не я. Ребята, сейчас в хозяйственный магазин. Мы едем до педучилища. Там попытаемся купить много вкусного. Все, что нам необходимо для кормушки. Ну для подъемника кормушки курочкам. Приехали. Ребята, сейчас попробуем купить все, что надо в одном магазине. Вот в этом. Где покупаем периодически. Там тоньше есть, на подобии только тоненько-тоненько. Там нагрузки-то никакой нет. Так, ребята, вот купили цепь, крючок, веревка. Что-то около 200 рублей, да, получилось? 190. Ну 200 рублей. На, вот пакет, наверное, чтоб не зарубилось. Положи. Вот из вот этого всего мы сделаем подъемное устройство для нашей будущей кормушки. Для курочек. А то не он работает, он фонарь везет. Сейчас получим, наверное. Дядя говорит, мне тут полтора года ни разу не считал. Заставили считать, такие репетические действия идут. И тут приехал с двумя заглушками. Говорит, сейчас все забуду, что и помню. Ребят, купили заглушки, но это туда, короче, как накурять не было. Чтоб характерных дырок не было, заглушить. Я же не стал мудиться вот так загинать, но чтоб дырки не было. Короче, сделал с дырками, теперь надо их убрать, дырки. Ира сказала, раз купили мне заглушки, ну по воле справедливости, или как по карме, или надо купить квас. Магазин МКС квасовый, сейчас будем брать с изюмом и рассказать. Холодный даже, неожиданно. В холодильнике просто не было, но Ира сказала, только с изюмом. Принесли, ну я понял, принесли из подсобки, но он оказался каким-то чудом тоже холодный. Ты сзади как-то сядешь и потом в доски, если положим, влезешь. Просто чтоб за прицепом не ехать, мы вот это сиденье откинем. А он такой холодный, какой звех, макер. Вещь. Он скорее всего и на складе у них в холодильнике стоит. Холодный, холодный, он не просто прохладный, но как типа в складе стоит там, в прохладном помещении прям холодный. Ребята, приехали, сейчас надо, надо, надо нам ещё взять доску, попробуем без прицепа её довести, думаю получится в салон прям, фияк и счастье. Выбрал доски, ребят, но это как низший сорт или как худший, вот эти края закруглённые, которые более высокие, сорт она с двух сторон, но чёткий угол, а тут пока бы угла нет. Зато по 110 рублей одна доска халява. Я как врах народа, доски выношу, игра ещё не заплатила, сидит в телефоне играет, блин, а я доски несу, как будто они уже оплачены. Фух, неудобно получилось, как с мясом. Туда в ноги. Это всё, всё, я не знаю, как ты влезешь, влезешь, не влезешь. А там наперёд ты не сядешь рядом с досками? Отлично. Тогда вообще всё хорошо. И с открытым багажником пойдём, ну доедем тут чуть-чуть, чтобы прицеп не цеплять, ребят. С досками вместе. Они тоже должны быть спасены, если вдруг что. Доски были пристёгнуты. Огонь, да? Как в полулежачем положении. Я мог вообще лезть. Кайфовать. У тебя подлокотник деревянный, практически с красного дерева. С необработой древесины. С необработанной. Как хантмейдж, как оно ручное. Вот именно это меня и смущает. Что, доедем сейчас потихоньку. Чтобы крышка вот эта болтанка не оторвала. Ему надо потихоньку. Ребят, мы как фантастические твари едем. Всех приостанавливаем. Нет, я как фантастический тварёк еду. Иру не видно, она легла. О ней плохо никто не думает. А я же медленно еду. И за нами уже целая колонна. Чтобы доски не телепались, крышка не телепалась. И моё лицо, когда нас обгоняют, такие о-а-а-а, оскал. Как провожая взглядом. Недобрым. А Ира притаилась. Проклятье, все мимо. Тю-тю. Как в матрице уворачивается. Просто ребята сейчас самые ходчики начали сережировать, доски надо донести. И я с ней согласился. Ты пересядешь за руль, да? Сейчас, подожди, я доски потяну подашь, чтобы под сиденьем не шурудить. А то мы и так тут наверно... Та не, не сильно подрала. Та не, нормально. Где нам? Давай. Все, все, все. Езжай. Жока, Жока. Подъезд, встречаешь? Красавчик, заходи Жориус. Дорогие мои ништячки. Теперь заживем, ребятки. Есть доски, цепи, веревки, карабины. Там все есть. Все, что нам надо было бы, хотелось бы посыпаться. Да, ну и меня не цепалось. Курчата надо дать, это сказала. Дожога. Так такой не будешь. Подъезд мелкий. Подъезд. Да что ты, нравится, да? Нравится. Они меня даже не видят. Просто кайфуют. Вот он арбуз сам, еще не доедем. Оп. Сем папуик, сем папуик. Второй раз приехал домой, Ира попросила её в магазин отвезти, где майки, там юбки продаются, ну девчачья такое. Оставил её там. Но если что-то купит, покажем. Будет микро променад, или когда прогулки по подиуму ходят, показывают, ну типа того. Домой, пошли, так жарко. Включим кондиционер, прохладу. Ребята, брюки купила Иришка. И ещё кое-что ещё. Но уверенности нет. Ещё надо показывать. Ну или показываю уже. Ну покажу, конечно. Не, ну брюки хорошо. Не, ну ты расскажи, что ты сказал по поводу пиджака. А что я сказал? Ну на вырост. Взяла у кого-то, а был дождь и я взяла. Добежать, да. Лишь бы лишь бы. Но он прям, ребят, такой на вид, что с большого человека, с дядьки. Ну он мне по размеру хорошо. Он отлично мне по размеру. Не знаю. Вот я сейчас застегнусь, хоть и жарко. Он тёпленький. Нет, я не против, что он тёпленький. Не, она же уже нравится, нравится. Вот эти нельзя было сделать потоньше. В этом смысл, Андрюша. Ну смотри, стильно, модно, молодёжно. Как скажете. Я ж только гривой махать могу. Ну а что я сделаю? Не, ну смотри, хорошо же. Вот не заправляй прямо. Покажи, как оно есть. Ну она такая есть, удлинённая. Ну в смысле, она не планируется. Ну вот это как в моих майках ходишь по дому. Вот так вот. Ну вот как. Вот так вот. Её надо заправлять. Вот так вот. Вот. Ну я бы за это деньги не платил, Ира. Вообще никакие. Ну это так надо вот. Ну вот так. Так. Её носят так. Ну раз так надо. Ну скажем так, вот эта лучше, чем та. Майка. Лучше. Ну и чем она тебе не нравится? Вот это что золотом кармашек обшить. Ну мне тоже не нравится. Но она такая тоненькая здесь. Её почти не видно. Я бы тоже за то, чтобы её вообще не было. Знаешь? Ну да, тогда было бы ничего. А так. Ну не было такой. То есть. Ну я помню. Еще носибельная вот эта. Еще знаешь такая помятая, растянутая майка. Вот, в которой мои ты одеваешься. Не, я вообще говорю, на ассоциации. В которой моё одеваешься фанера такую, которая там у свинейчей. Еще у неё видишь крайне обработанный. Ну в смысле. Ну это вообще денег стоит больших. Я понимаю. Нет, ну в смысле я к тому, что ты за это денег не платил бы вообще. Вообще никаких. Ну нравится, нравится. Хорошая майка. Хорошо. Ничего я не понимаю в колбасных объектах. Тем более в моде. Не, не, я даже не расстраиваюсь. Ну и слава богу. Я даже не расстраиваюсь. Я даже не расстраиваюсь. Я даже не расстраиваюсь. Хорошо. Все, что мне понравилось, ребята, это штанишки, которые не понравились. Или вот как-то у нас такие взгляды разные получаются. Не, ну они не то, чтобы мне не понравились, но я засомневалась просто. Не, не, штаны прям хорошо, хорошо. И они такие вот, ну как хлопок, такие приятные. Ну да, да, и ткань хорошая. Хорошая. Жора разогнался на ногу. Прыг, упал. Он пиевык падать на меня. Пиевык падать на меня.